В будущем году в России исчезнет такое понятие, как потребительская корзина населения. Причина в том, что Федеральное министерство труда и социальной защиты собирается перейти на новую методику расчёта прожиточного минимума. О том, что это даст, в нашем следующем материале выпуска. Такое понятие, как потребительская корзина, появилось в России в 1997 году. Она применялась для расчёта величины прожиточного минимума, как для социально-демографических групп, так и на душу населения. Кроме того, этот термин используется и для других целей. Размер потребительской корзины вложился в основу сравнений интегральных цен на продовольствие в разных регионах. То есть сопоставлялись цены по регионам. Ну и ещё потребительская корзина как показатель вложился в основу расчёта индексов инфляции, но в частности индекса потребительских цен. Однако в следующем году граждане нашей страны, в том числе и экономисты, распрощаются с этим детищем 90-х. Многие эксперты считают, что потребительская корзина уже не отражает современные реалии. Поэтому разработана новая методика расчёта прожиточного минимума. Ожидается, что её утвердят к концу декабря. Предполагается, что теперь за основу будут брать уровень доходов большинства жителей России. По прогнозам, вот такое изменение, и как следствие отмена потребительской корзины как показателя, и переход на новую методику прожиточного минимума позволит в дальнейшем обеспечить то, на что курс был указан президентом, а именно на увеличение минимального размера оплаты труда. Другой вопрос, насколько повышенная минималка будет удовлетворять хотя бы самые скромные потребности человека, работающего за такую зарплату. Ведь те самые некие доходы основной массы граждан России, которые планируются взять за основу, это очень неконкретный показатель. Поэтому не факт, что со следующего года мы получим правильно рассчитанный прожиточный минимум.